Привет, друзья! Ну вот еще один обзор на набор с грузовичком Круппроце от фирмы Tamiya, несколько другого плана. Когда смотрел на эти наборы, очень давно начал на них заглядываться, не знал, какой из них даже брать. В итоге оказались вот они оба у меня в руках. Так, значит, набор, как я уже сказал, тягача Круппроце с четырьмя фигурами и пушкой 37 мм пак. Такая же коробочка, как у предыдущего набора. Здесь мы видим, как эта модель может выглядеть в собранном окрашенном виде. Здесь у нас четыре фигурки артиллеристов, экипаж, машина в полном снаряжении. Со снарядами. Ну, давайте смотреть. Набор я уже начал тут скрывать. Поглядел. Значит, такой вот литник, который содержит в себе детали непосредственно для этой модели. Здесь уже у нас фактурные сидения видны. Такое же приятное литье, как и у предыдущего набора. Все сделано очень классно. Хоть и несколько примитивно, но по литью очень-очень приятно. Снарядные вот эти вот ящики. Колесо, я так понимаю, запасное для пушки с маркировкой «Континенталь», кстати, уже тут видно. Пара фигур неплохого качества. Очень приятная фигурка офицера. Вот этого стоячего смотрится. Фигурка водителя несколько попроще, но тем не менее тоже неплохо. Вот, я думаю, что набор также из конца 70-х годов. Ну и вот следующий пакет у нас был. Здесь детали абсолютно идентичны деталям с предыдущего набора. Я их не буду тут показывать долго. Они абсолютно одинаковые. Значит, также остались здесь прорезиненные резиновые вот эти втулочки для подвижности колес. Вот. Следующий пакет у нас содержит в себе литник. Литник с деталями для сборки. Уже орудие 37 миллиметров. Да. Такая большая пушка. Блин. Сейчас я достану это всё. Зацепился пакет. Залитник. Итак, вот такая пушечка. Да. Холеса «Континенталь», как мы видим тут. Тут интересно сделаны детали для сборки. Их немного. В принципе, качество хорошее по литью тоже. Ну, конечно, упрощенное. Может, что-то нужно будет добавить, доработать. Вот. С помощью какой-то там отсебятины, подручных материалов, проволоки. Сточить, может быть, толщину щитка вот этого. В остальном, ну, нормальная пушка. Я думаю, здесь особенно как-то прорабатывать не придётся её. Последние пластиковые детали у нас находятся в этом пакете. Пара фигурок из артиллерийского расчёта ещё здесь у нас находятся, да? Фигурки. Кстати, похожи очень на фигурки также из предыдущего набора. Вот. Здесь у нас есть целых три головы для сборки двух фигур. Также шесть рук, поэтому есть некая альтернатива. Вот. И также у нас вот литник с экипировкой. Немецким таким вот этим вооружением. Литники подобные вкладываются во многие наборы с фигурками от фирмы Tamiya. Поэтому многие, наверное, их видели. В принципе, что-то здесь, я думаю, стоит использовать. В частности, вот, может быть, лопатки сапёрные, да? Фляжки. Неплохо выглядят. Что-то использовать, думаю, не стоит совсем. Возможно, каски. Возможно, подсумки вот этих вот. Патронов. Возможно, противогазные бачки. Тут же не стоит использовать. Ну, дело, конечно, хозяйское. Вот. В принципе, по литью, конечно, всё очень хорошо. Как-то привыкла делать Tamiya. Уже в те годы, кстати. Ну что. Вот такая у нас есть инструкция по окраске. На этот раз почему-то я пока ещё не вижу инструкцию. Продублированную на японском, английском, английских языках. Здесь она всего одна. Вот такой листок. С какими-то здесь замечаниями. Окраска, декали. Наверное, просто инструкция такая. Нюансы по окраске и нанесению декалей. И вот такой буклет со схемой сборки. Он довольно-таки длинный. Сложим вот так гармошку. Вот такая вот длинная инструкция. Сборка окраски фигурок здесь показана. Всё, в принципе, довольно-таки подробно. Деталей не так уж и много. С учётом сборки пушки здесь у нас получается 17 шагов. Варианты расположения декалей и окраски модели как минимум 3 предлагает инструкция. Тот же самый пакетик с проволочиной. С имитацией стекла. Тоже такой вот пластик непонятный, мягкий. Мутноватый, я так думаю. Посмотрим, как он будет себя вести. И опять же пакетик с декалями. Декали, в принципе, очень интересные. Здесь есть даны различные значки дивизий. Сердце такое зелёное есть, медведь. Номера для четырёх различных вариантов этого автомобиля. В принципе, вот так вот она запакована. Но я не вскрываю просто из соображений, как бы, сохранности последующих декалей. Так что извиняюсь, я думаю, ничего в этом страшного не будет. Вот такой набор. В принципе, впечатления, так же, как и от предыдущего набора, самые наиприятнейшие. Очень классный набор. Я думаю, можно использовать, будут эти наборы вместе. Сделать какую-то, повторюсь, как говорил ранее, немецкую колонну. Собираюсь. У меня уже заготовлена огромная подставка. Длиной метр, да. Шириной там почти 40 сантиметров. Где я буду строить огромную, большую диораму с немецкой колонной. И показывать там какое-то немецкое наступление. Поэтому для меня эти наборы, конечно, очень-очень пригодятся. Что ж, на этом все. Набор однозначно рекомендую тем, кому он будет интересен. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. До свидания. Подписывайтесь на мой канал.